В календарь автоспортивного фестиваля «Мороз» включены все главные старты сезона. Среди них – финал Кубка страны в национальном классе. На этом соревновании собираются пилоты, проявившие себя наилучшим образом в ходе отборочных этапов в двух зонах. От старшего собрата, класса N1600, категория «национальный» отличается большей доступностью. Это более доступный класс, он дешевле в эксплуатации, потому что машина сделана попроще. Это действительно национальный класс, машина берется с «АвтоВАЗа», в основном «Калина». Немножко дорабатывается двигатель и бой, потому что растет этот класс, потому что летом выступает по 40 участников в кольце. Только все для развития. Тольяттинец Дмитрий Брагин и Альберт Гайнулин из Октябрьского приехали в Раменское в ранге триумфаторов своих зональных этапов. Очное противостояние главных фаворитов национального кубка началось с первого же заезда. Дмитрий Брагин и Альберт Гайнулин из Октября. Продемонстрировав идеальный пилотаж, Брагин на несколько мгновений оказался впереди Гайнулина. Однако в следующих заездах в их спор предсказуемо вмешалась сразу череда пилотов. Тимур Тимирзянов, Рафаэль Фатахов, Василий Кораблев и Андрей Масленников вышли на трек с серьезным настроением на борьбу за высокие места. Тимирзянов, Рафаэль Фатахов Сложно у нас погодные условия, потому что стоит плюс, и лёд подготовлен в очень хорошем состоянии. Есть сбои, то что лужи, и лёд очень хрупкий, его возгрызает. То есть, в принципе, траектория меняется от заезда к заезду. Кто быстрее адаптируется к этому, тот и лидирует. Также плюс борьба на трассе. Она всегда присутствует, сами видите. Летит пластик, летят запчасти. Поэтому это нормально, это автоспорт. Побеждая сильнейший, скажем так, но в честной борьбе. Одержав в пяти своих заездов три победы и два раза финишировав на втором месте, уверенной победы добился Альберт Гайнулин. Компанию ему на подиуме составили Рафаэль Фатахов и Дмитрий Брагин. Трёхкратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимирзянов остановился в шаге от пьедестала. Мы втянулись, как полтора года, как Москва-Рейсовы открыли автодром. Вот мы втянулись всей семьей, ездим на все мероприятия, стараемся не пропускать. Мы не следим за национальным чемпионатом, к сожалению. Вот начали только втягиваться, но вот сегодня прям самое то. И инфраструктура хорошая, и на льду они так классно в поворот заходят. Дети в восторге. В общем, нам понравилось. Зрителям скучать не давали звезды класса АК-юниор. В нем борьба за победу развернулась между Кириллом Ломовым и Сергеем Головановым. В итоге Сергей, как и на предыдущих этапах, сумел привести свой малолитражный болид к успеху. Организаторы фестиваля «Мороз», несмотря на теплую погоду, все-таки полны решимости провести финальный этап зачетной категории N1600. По актуальной информации, он состоится в ближайшую субботу. Евгений Мякишев и Сергей Григорьев для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok